Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии во вторник. Сегодняшний день интересен в первую очередь тем, что состоится заседание ОПЕК, на котором опубликуют мировой обзор с долгосрочным прогнозом на нефтегазовую отрасль. На текущий момент времени нефть марки Brent, если мы начнем рассматривать именно Brent, на недельном графике стремительно, уже длительное время дрейфует в нисходящем тренде. Мое мнение все-таки, что если вот так вот долгосрочно заглянуть, скорее всего нефть скорректируется. Возможно мы вновь увидим тест уровня 55, но ниже скорее всего нефть не пойдет, потому что многим странам это невыгодно и возможно мы опять-таки войдем в восходящий тренд, с дальнейшими целями 65, 70 и возможно даже выше. Но на текущий момент времени все-таки, на мой взгляд, тренд вниз более актуален. Также некоторое время назад Резервный Центральный Банк Австралии принимал решение о процентной ставке. Процентная ставка в Австралии осталась 0,75%, никак не изменилась с предыдущим прогнозом. На этом фоне, кстати, австралийский доллар продолжил свое восходящее движение. И наш вчерашний с вами прогноз, рост до уровня 0,70 и даже возможно до 0,70-100 он продолжается. И сейчас австралийский доллар находится и продолжает двигаться в восходящем тренде. Дополнительно здесь Резервный Центральный Банк Австралии оставил свой комментарий о том, что в любой момент они готовы смягчать денежно-кредитную политику и вмешиваться в курс национальной валюты. США и Китай перед следующей встречей, которая уже состоится в США, Китай стремительно готовит почву, в первую очередь к тому, чтобы Трамп убрал как можно больше тарифов на китайские товары. И на этом фоне, конечно, слишком много о них, скорее всего, просят. Не знаю, как Трамп на это все отреагирует, но вероятность того, что они договорятся на фоне таких вот жестких ультиматумов, на мой взгляд, они с каждым разом все уменьшаются и уменьшаются. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Вообще сейчас прогнозы положительные. Но, тем не менее, те компании, которые сейчас работают в Америке, китайские компании, они очень сейчас этим озабочены. И даже на фоне позитивных новостей все равно не чувствуют никакой стабильности. Индексы на этом фоне, такие как S&P 500, он продолжает рост. И также прогноз, который мы вчера разбирали, 3200 долларов, 3180. Я думаю, что он весьма вероятен. И цена достигнет этих уровней, я думаю, в долгосрочной перспективе. Был вопрос в комментарии о том, чтобы разобрать другие индексы, такие как, например, NASDAQ, либо Dow Jones. Ну, здесь, смотрите, в первую очередь, что S&P, что NASDAQ, что Dow Jones, они движутся синхронно, так скажем, практически синхронно. Если растет, например, S&P 500, то, скорее всего, растет NASDAQ и Dow Jones. Обзор делается на S&P, потому что, ну, в первую очередь, это самый, так скажем, доступный индекс, он дешевле, чем остальные. И, как правило, на нем сосредоточен достаточно большое количество денег. И для спекулянтов, для трейдеров, которые торгуют на 3 дня, S&P представляет больший интерес. Поэтому мы именно его разбираем. Хотел бы также разобрать несколько инструментов по рынку Forex. Но, в первую очередь, фунт против японской иены. На мой взгляд, вот сейчас сформировалась достаточно интересная техническая картина. Фунт иена, если посмотреть на демном графике, сформировал такой определенный треугольник. И сейчас, вот сегодняшний день, как раз-таки идет такой импульс наверх. Я думаю, что есть потенциал к росту. И можно как раз-таки сейчас рассмотреть сделки на покупку, там с небольшим стоп-лоссом, но достаточно большим тейк-профитом. Вот, ну, в принципе, на этом все. Всем желаю успешной торговли. Всем пока!